Ребята, всем привет! Меня зовут Иван Лучков. Сегодня я вам рассказываю про свой самый любимый гаджет этого полугодия. Начало 2017 года. Это наушники AirPods. Поехали! Отбивка бау 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 бау. Такая вот. А я ее в принципе уже исполнил отбивку. Итак, AirPods. Это, наверное, один из самых спорных гаджетов компании Apple, который постоянно подвергается критике. И вы знаете, о чем я говорю. Наушники компании Apple как только не обзывают. Переоцененные наушники, дорогие наушники. Мои наушники Xiaomi за 20 долларов звучат гораздо лучше, чем AirPods. А и что же вообще Apple наделала компания Samsung? До этого сделала беспроводные наушники, а Apple наглую скопировала. И вообще все тут скопировано. Друзья, это все не так, никого не слушаете. Сегодня я вам объясню, почему AirPods это уникальный продукт, который стоит того, чтобы его купить. Я уже больше месяца пользуюсь AirPods. Я их практически не снимаю с ушей. Иногда в них даже засыпаю. И те люди, которые оценивают эти наушники, сравнивая их звучание с другими наушниками за 160 долларов, за 200 долларов, за 20 долларов, да неважно вообще, просто сравнивают с чем-то, до конца не могут понять, о чем этот продукт. Наушники AirPods — это гаджет не только про музыку. Это универсальное устройство для всех случаев жизни. Кто оценит по достоинству это устройство? Во-первых, пользователи iPhone могут подметить в нем удобство. Они классно синхронизируются со смартфоном, быстро находятся, хорошо работают. Если же у вас есть iPhone и MacBook, то мне кажется, что вам вообще просто необходимо купить эти наушники. Наушники AirPods — это, как я уже сказал, универсальное устройство, которое предназначено для разных жизненных сценариев. Сейчас я вам в двух словах опишу, как я их использую. В 8 утра я просыпаюсь и сразу надеваю их себе в уши. Иду готовить завтрак. Пока готовится завтрак, я слушаю какой-то подкаст, либо же какую-то музыку. После этого я иду в машину, один наушник я вынимаю, вставляю в этот чехол и использую этот наушник как Bluetooth гарнитуры. Притом, вне зависимости от того, правый это или левый наушник, они сами определяют, какой активировать, какой деактивировать. Во время времяпрепровождения за рулем я слушаю подкаст в одном наушнике в стереозвуке и потом еще отвечаю на телефонные звонки, когда еду. Это очень удобно, здесь очень классный звук. Вас отчетливо слышно, вы тоже отчетливо слышите человека. Когда я приезжаю на работу, я разворачиваю свой MacBook, эти наушники подсоединяются с MacBook, и на протяжении всего рабочего дня я общаюсь по Skype, отвечаю на разные аудиосообщения в мессенджерах и так далее. После этого я приезжаю домой с точно таким же режимом, засовывая один наушник в чехол и потом с ним пользуясь. Прихожу домой, подключаю их к ноутбуку и шпилю в Counter-Strike 1.6. То есть, эти наушники просто используются по максимуму. За целый день я их заряжаю всего лишь один раз, и вот в чем прикол. Оба наушника работают около пяти часов бесперебойно, после этого вы просто помещаете их в кейсы, за 20 минут, за 25 минут они заряжают у нас 100%. Это очень быстро, это очень удобно. И у вас опять есть пять часов активного использования. Класс, класс. Многие из вас могут сказать, типа, ну что тут такого, те же самые жизненные сценарии можно придумать для любых других беспроводных наушников. Оно-то и так, но на самом деле нет. И вот почему. Вы навряд ли сможете провести в вакуумных наушниках, затычках целый день, потому что у вас создается давление в ушах и начинает болеть ушной канал. Я проверил это на себе, у меня до этого было около 8 пар разных беспроводных наушников. В AirPods такого не происходит. Вы просто их надеваете и вы их не чувствуете. Они отлично садятся в ухо. Если по какой-то причине для вашего ушного канала эти наушники не подходят, это лично ваша проблема, но не проблема компании Apple. Потому что Apple, создавая форму этих наушников, вообще AirPods, делала огромное тестирование и проводила кучу исследований на разных ушах. И сделали универсальную форму. Так что если вы в интернете видите человека, который говорит, что наушники AirPods неудобные и никому не подходят, то знаете, что скорее всего это тот самый человек, который ходит в меньшинство людей. Остальные просто молчат, потому что что им-то сказать-то? У них все нормально, зачем им жаловаться? Возьмем другой пример. Большие беспроводные наушники накладные. Это могут быть Beats, либо же не Beats, да что угодно. Любые огромные наушники. Сможете ли вы в них ходить весь день? Нет, не сможете, потому что тоже как бы начинает голова запотевать, начинает становиться дискомфортно и приходится периодически снимать. Как я уже сказал, эти наушники реально могут сопровождать вас просто сутки. Сутки напролет. И они не мешают. Вот. И вы в них ходите. Иногда вы даже просто забываете, что они на вас надеты. И здесь, благодаря вот этой вот уникальной форме и конструкции наушника, есть один очень большой нюанс, который сначала кажется минусом наушников, но на самом деле является его реальным плюсом. Я сейчас говорю о том, что это наушники открытого типа. Они вообще не имеют никакой шумоизоляции. То есть вы слышите все, что находится вокруг вас. И можно было бы сказать, что это за бред. Наушники должны полностью изолироваться, чтобы был хорошо слышен звук во время прослушивания музыки. Для сценария прослушивания музыки, наверное, это так. Но так как это гаджет является гаджетом на все случаи жизни, то здесь просто необходимо было сделать наушник, который позволяет вам одновременно слышать контент и слышать то, что происходит вокруг вас. Когда вы гуляете по парку, когда вы слушаете подкасты, едет машина, вы должны это слышать. В общественном транспорте, да и везде, вы должны прекрасно понимать, что происходит вокруг вас. И эти наушники позволяют вам, во-первых, адекватно реагировать на происходящее движение в окружающей среде и при этом отчетливо слышать музыку, подкасты, либо же речь собеседника. В этом их уникальная особенность. И здесь мы подбираемся к такому вот пункту, в котором говорят, что AirPods плохо звучат. Они хреновенько звучат и вообще как музыкальное устройство, они так себе. Я не могу так сказать, что они плохо звучат. Я привык к звуку AirPods, до этого я пользовался комплектными наушниками iPhone, начиная с выхода iPhone 5. Они мне нравились. Это наушники, повседневные наушники. Вы просто бежите, не задумываетесь, хватаете их, кидаете в карман, вам все равно потрепаются, они поломаются, порвутся, вам просто все равно, потому что они в комплекте. Вы их слушаете и со временем вы привыкаете к их звуку. Другой вопрос. А найдите-ка на рынке наушники открытого типа, которые не вакуумные, которые будут звучать так же, как AirPods. Я таких наушников не видел. Была модель наушников Monk, которые стоили 5 долларов, монахи. Они неплохо звучат, учитывая даже стоимость 5 долларов, но они неудобные. И в них очень тяжело ходить. Через полчаса у вас ухо просто отвалится их носить. Эти наушники очень удобные. Второй вопрос. Будут ли они теряться? Когда вы отдадите за наушники 160 баксов, а в наших реалиях и все 250 баксов, я сомневаюсь, что вы их вообще потеряете. Если вы их наденете, то точно будете о них помнить. И каждый раз, когда будете их снимать, вы будете их помещать вот в этот специальный док. В эту док-станцию для зарядки. И вот уже ее куда вы положите, это я не знаю. Вот у меня наоборот случалась такая ситуация, что наушники-то я не забывал. Но я постоянно где-то забывал вот эту вот штучку, вот эту вот приблуду. И постоянно ее ищу. И, как я уже сказал, неизвестно, что хуже потерять наушники, либо же потерять зарядку. Если, к примеру, она выйдет у меня из строя, с ней что-то произойдет, я их банально не смогу заряжать. И это действительно очень плохо, поэтому призадумайтесь над этим. А сама конструкция наушников идеально сидит в ухе. Они вообще не выпадают. Я занимаюсь в них спортом, бегаю, прыгаю, на турниках занимаюсь, кувыркаюсь как угодно, могу мотать головой целыми днями, и они не выпадают. И почему все? Потому что это самые настоящие беспроводные наушники. Так принято считать, что беспроводными наушниками считаются наушники, которые подключаются к смартфону по Bluetooth. Но я не считаю такие наушники беспроводными, если два наушника связаны при этом каким-то ободком или проводом. Это уже не про беспроводность. Это неудобно. У меня была куча наушников спортивных, которые подключались к телефону по Bluetooth, но при этом умерят специальный ободок. И это дико неудобно, потому что у вас постоянно гарнитура перевешивает в одну сторону. Постоянно провод цепляется на какую-то одежду, тянет, перетягивает, и в итоге вы чувствуете дискомфорт. Здесь нет никакого материала, который бы мог их подтянуть вниз. И поэтому они не выпадают. И они не ощущаются никак на голове. И это круто. По поводу копирования. Многие приводят как аргумент наушники компании Samsung Gear Icon X. Якобы эти наушники очень похожи на AirPods, и вышли они раньше, чем AirPods. Apple якобы скопировала что-то у Samsung. Это безумно глупое утверждение, потому что если вы реально пользовались и теми, и другими наушниками, то вы понимаете, что это абсолютно разные устройства. Компания Samsung позиционирует Gear Icon X, который, кстати, у меня есть, сугубо как спортивное устройство, которое работает не больше часу, либо же час сорок, что-то такое, но они очень быстро разряжаются, они очень плохо звучат. И они не миниатюрные, они здоровенные. И там есть такой вот нюанс в конструктивных особенностях. Минусом этих наушников является то, что вы не можете регулировать громкость физическими клавишами. То есть вы можете повысить громкость только командой голосовой при помощи Siri, либо же вы можете повысить громкость непосредственно на самом смартфоне. В Gear Icon X да, вы можете, конечно же, повысить громкость кнопочкой, и просто пока вы ее нащупаете, у вас уже пройдет два трека в плеере. Это дико неудобно. И для чего это сделано, непонятно. Опять-таки из этих физических кнопок Gear Icon X, они большие, они не маленькие и тяжелые. Вот поэтому это даже близко не аналог. Следующие претензии, которые предъявляют люди к AirPods, звучат о том, что якобы вот эту зарядку, док-станцию, тоже была скопирована там у компании Sony, у компании Samsung. Это вообще очень странное утверждение. Почему? Потому что, ну, это логично предположить, что в 2017 году, если компания выпускает беспроводные наушники, то они будут идти зарядным чехлом. И это не новинка зарядных чехлов для гарнитуры. Это появилось еще 10 лет назад. Это использовала компания Platronics, компания Motorola в своих обычных Bluetooth гарнитурах. Специальный кейс, куда вы могли положить Bluetooth гарнитуру и ее зарядить. Это вот я привожу аналогию делать такое сопоставление, то же самое, что говорить, что там, не знаю, новый автомобиль Kia скопировал идею Ford'а использовать двигатель внутреннего сгорания. Ну, это же глупо. Это логично, как бы все, как бы тут даже объяснять нечего, что это нормально. Это нормально то, что в комплекте у наушников идет зарядный кейс. В общем, идея очень простая. AirPods – это самый удобный гаджет для потребления звукового контента. Сериалы, фильмы, разговоры по скайпу, по мессенджерам. И все это делается с диким удобством, с удобной синхронизацией, синхронизацией между устройствами. Да, конечно, они не так хорошо коннектятся к разным устройствам, если вы их меняете. Допустим, если вы прослушиваете музыку на айфоне, то наушники не догадаются, что сейчас вы хотите сесть за компьютер, поработать и переключиться на него. Вам придется это делать вручную. Но в любом случае, это все работает отменно. И вот, казалось бы, просто беспроводные наушники. Что можно быть такого гениального? Но для меня это гениальное устройство, которым я пользуюсь каждый день. Я этими наушниками пользуюсь, наверное, уже чаще, чем самим смартфоном. Они постоянно у меня в ушах. Я в них хожу, что-то слушаю, с кем-то разговариваю. И поэтому я настоятельно рекомендую всем людям, кто задумывался купить эти наушники или не купить, покупайте, даже не думая. На сегодня все, мы поговорим... Что? Ну, ты глупоишь. Так я специально сзываю, чтобы было бэмс. Вот так я хочу. Вот так, мать его. Я хочу снимать обзоры. Вот так. Да. Кстати, самое главное, что я забыл сказать про звук наушников AirPods. Пытаюсь объяснить простыми словами. Когда выбираете наушники и выбираете между качеством звука и удобством, то здесь уже не стоит вопрос, наверное, самого звука, потому что удобство важнее. Звук обычный, можно как бы перетерпеть, либо же к нему можно даже привыкнуть. Звук это вообще вещь, к которой быстро привыкаешь, и потом все становится нормально. А вот удобство или неудобство, это самое важное. В моем случае удобство здесь как бы берет вверх над качеством звучания, и поэтому эти наушники меня устраивают. Вы не должны подумать, что звук у AirPods плохой. Он очень усредненный. То есть у этих наушников нет никакого определенного ярко выраженного акцента. То есть нет ярко выраженных басов, либо же нет ярко выраженной середины или ярко выраженных высоких частот. Все звучит на среднем уровне, и этим они мне и нравятся. Более того, прослушивая разные стили музыки, а я слушаю разные стили музыки, они позволяют мне услышать то, чего я не слышу в других наушниках. К примеру, когда вы слушаете очень тяжелую и агрессивную музыку, какой-нибудь норвежский black metal, какой-нибудь такой нормальный сатанинский металл, нормальную музыку для нормальных ребят. В каких-то экстра дорогих наушниках получается полная каша, и нихрена не слышно, то есть месиво. Эти наушники позволяют мне отчетливо услышать, где там барабанчик пустил отрыжку, где там, не знаю, гитарист порвал в сторону. Ну вы понимаете, вот такие вот мелкие акценты, я, конечно, все как бы с юмором подаю, но говорю так, как есть. То есть даже слушая самую тяжелую музыку, я могу отчетливо слышать абсолютно разные секции звуковые. Если же я беру какие-нибудь наушники от Xiaomi, где какой-нибудь такой хороший басок, то иногда я даже просто не узнаю некоторые песни, потому что некоторых инструментов я в них не слышу. В этих наушниках я слышу абсолютно все, поэтому они являются золотой серединой. То есть если вы прям такой аудиофил, который любит какой-нибудь качевый рэпчик, где там басы прям забивают, то, конечно, наверное, это не для вас. Хотя я считаю, что для наушников открытого типа у этих наушников достаточный бас. На сегодня все. Мы поговорили про один из моих любимых гаджетов, наушники AirPods. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В следующем видео мы с вами поговорим про новинку на рынке мобильные фотографии, чехлы и специальные линзы для фото на iPhone 7 Plus, а также на iPhone 6 и 6S. Называются они Revolve, что-то там дальше я не помню. Это был маленький спойлер. Вообще, следующее видео будет именно про новый комплект линз для айфона. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова